Неподалёку от Дамаска, армия Абазидской империи выдвинулась из-за Митии в сторону Антиохии, город, что был во власти крестоносцев. 15 тысячи воинов-абазидов уверенно маршировали и готовы были встретить любую армию, что встанет у них на пути. Огромное количество всадников и пеших подразделений, опытные и обученные бойцы, что без устали, пробирались по аравийским дюнам, преследовавшие цель, готовы были разбить любую армию. Ну а спонсорами этого ролика являетесь вы. Да-да, я не знаю, как всё ещё канал функционирует, монетизации ведь нету, рекламу я тоже не делаю, и это целиком ваша заслуга. Спасибо за поддержку, выше указаны все те, кто так или иначе поддерживал канал. Спасибо, вы лучшие. Марш! Воинство абазидов не мог быть незамечен. Армия крестоносцев численностью 12 тысяч немедля покидает приграничную крепость и движется навстречу абазидам. Однако это были не обычные крестоносцы, а воины ордена госпитальеров. Нагистр ордена самолично вёл за собой рыцевские клины ордена и пешие подразделения сержантов и оруженосцев. Количество всадников в рядах крестоносцев превосходило численность кавалерий абазидов, но всё же тем не хватало пехоты, чтобы в необходимых пропорциях связать все пешие подразделения неприятеля. Магистр ордена не мог позволить абазидам приблизиться к антиохе, и выстроив фронт из клинов рыцарских подразделений, готовился взять инициативу нападения в свои руки и первым устремиться в бой. Военачальник абазидов, видя армию госпитальеров, усмехнулся и ускорил марш армии, полм с которого спускались абазиды однозначно придаст скорости тысячам всадников, что вот-вот будут спущены с цепей. Когда время пришло, рыцари и всадники абазидов ускорились и пошли друг на друга с кавалерийскими пиками наперевес. По флангам абазидская кавалерия превосходила по численности рыцарей госпитальеров. Однако рыцари, что шли по центру, ни один из подразделений всадников абазидов не стал перехватывать. Рыцари по центру, миновав завязших в бою по флангам всадников обеих сторон, беспрепятственно на полном ходу скакали в сторону выстроившихся пехотных подразделений абазидов. Абазидский военачальник был уверен в стойкости своей отважной пехоты. Однако, несмотря на выдающуюся крепость щитов, рыцари сравняли с землей всю защитную формацию войска Абазидского. Тем временем копейщики-сержанты по велению магистра ордена устремились по флангам и наравне с рыцарями госпитальеров связались в бойню с всадниками абазидов. Копейщики связали абазидскую кавалерию по флангам и окружили тех, давая тем выйти из боя. Тем временем рыцари, что устроили нистовый натиск по пешим подразделениям абазидов, отступили. Пехота ордена немедля сменила их и также, ускорившись, настигла ошарашенных после кавалерийского чарджа бойцов Абазидской империи. Рыцари, что покинули бой, пошли в обход абазидской армии, минуя пехоту и кавалерийское сражение по флангам. Абазидский полководец надеялся не дать рыцарям ордена напасть в флангам, вследствие чего видит всем стрелкам полить, что есть боезапас по рыцарям-госпитальерам. Однако те слишком поздно спохватились. Рыцари уже были готовы устроить фарш из подразделений абазидов в тылу и на полном ходу вдарили в подразделение лучников. Многотысячная кавалерия абазидов не могла выйти из боя и перехватить любой натиск рыцарей, что не увязли в схватке. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Натиски кавалерийских кленов госпитальеров нанесли сокружительный урон сражающимся пехотинцам Абаситской империи, что были заняты боем с пехотой госпитальеров. Вынужденные прикрывать свой тыл, Абаситы неминуемо стали проигрывать ближний бой пехоте госпитальеров, из-за чего одно хладоразделение Абасидов за другим находило свою погибель. Субтитры создавал DimaTorzok Удары рыцаревку не оставили им никаких шансов. Вражеский выначальник также был связан боем с рыцарями и не мог трезво оценить ситуацию и дать какую-либо команду. Утратив строй, Абаситы начали нести серьезные потери и как-либо перекруппироваться они не могли. Под постоянными натисками и давлением пехоты госпитальеров единый строй Абаситской пехоты был разрушен. Спустя время Абаситы, что все еще не были связаны боем и могли отступить, не теряя такой возможности, начали бросаться в бегство, пока тех не утянуло в очередной бой. Те, кому повезло меньше, были перебиты. Скованные ряды Абаситских воинов до последнего вели свой бой. Бегство для них было невозможным. В попытках прорвать окружение, Абаситские бойцы неистово стали прорубать себе дорогу для отступления. Некоторым из подразделений неприятеля удается даже разбить пару отрядов госпитальеров и выйти из боя. Рыцари Ордена за часы боя утратили свою выносливость и не были способны нагнать отступающих Абаситов. Продолжение следует... магистр ордена позволил аббасидам отступить сохранив часть армии госпитальеры утратили 4000 бойцов из 12000 аббасидская же армия потеряла 9000 из 15000 друзья спасибо большое за вашу поддержку за мотивацию в общем благодаря всем тем кто все еще остается с нами я без понятия как канал все еще функционирует но могу сказать одно это все благодаря вам спасибо тем кто поддерживает вы лучше